Добрый вечер, друзья! Сегодня вторник, а значит с вами передача «Спортивный интерес» и я, Кристина Кокаева. На прошлой неделе остинские спортсмены успели порадовать нас своими успешными выступлениями. Так Борис Коребян и Давид Гоглоев стали призерами первенства России по боксу. Наши юные хоккеисты первенствовали на турнире по хоккею с шайбой в Краснодарском крае. А фехтовальщики привезли пять наград с международного турнира, который прошел в Грузии. Однако и это не все. Так на чемпионате России среди студентов по тэквондо не было равных нашим спортсменам. Золотые медали, а вместе с ними и право участвовать на универсиаде, завоевали Анисия Челохсаева и Георгий Гурциев. Именно они сегодня у нас в студии вместе со своим тренером Аланом Нугаевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Алан, с победой своих подопечных. Спасибо. Соответственно, Анисия, Георгий с победой. Алан, вы как тренер остались довольны выступлениями, результатами своей команды? Да, конечно. И Анисия, и Георгий провели по три поединка. Народа много не было, но были все основные соперники, бои были нелегкие. Но они молодцы, хорошо подготовились и выступили достойно. Показали максимальный результат. У нас только они ездили, два студента, и теперь поедут на универсиаду. То есть проходных поединков не было? Нет, нет, нет. Там было немного людей, но были все основные соперники. Насколько важным был для нас этот турнир? Ну, этот турнир был очень важным, потому что он был отборочный на Всемирную универсиаду, а универсиады это как мы расцениваем, как генеральная репетиция. К олимпийским. К олимпийским играм. Все начнем с этого. А там дальше, глядишь, и олимпиада, не за горами. Дай бог. Анисия, вы бронзовый призер универсиады прошлой. А эта универсиада что для вас значит? Ну, на этой универсиаде я хочу показать, конечно, свой лучший результат, хочу взять золото. И, конечно, я буду готовиться. Я уже это прошла, я знаю какие-то соревнования, и хочу лучше подготовиться, чтобы забрать золото. Последние турниры складывались не очень удачно для тебя. Как удалось настроиться на этот турнир, где, в принципе, основные соперники? Ну, я знала, что турниры очень важны. И я убрала все, что мне мешало, и сосредоточилась только на тренировках. И вот достигла, чего хотела. А что было самым сложным в подготовке и в самом выступлении на турнире? Подготовки на тренировки. Тренировки не получалось, не получалось упражнения. И это, конечно, все отвлекало, но я собралась, тренер, конечно, мне помог. И соревнования, там были много соперниц основных, но я смогла их пройти и выиграть. Георгий, совсем недавно был у нас в студии уже. Да, был. То есть мы, как Евгений Савин, заряжаем тапочки, так мы тебя заряжаем на успех. Можно ли так сказать? Да, конечно. Ладно, будем считать, что мы приносим удачу. Это будет твой второй большой турнир. Насколько ты их разграничиваешь? Что более важно для тебя? Ну, Сибирный университет, это, как сказал наш тренер, это генеральная репетиция перед Олимпийскими играми. Это очень большой старт и, я думаю, очень важный для меня и для Аниси. После победы на первенстве России удастся ли отключить свои мозги и не думать об универсиаде? Потому что это же действительно очень важно не перегореть заранее. Это очень трудно, да. И если я об этом думаю, что человек перегорает, ну, как по мне, я постараюсь сделать так, чтобы у меня мозг отключился от этого. А есть ли какие-то способы специальные? Мотивация, наверное. Аниси, как не перегореть? Как не думать все время? Вот я знаю, что, когда я занималась, перед соревнованиями дня два, мне снились только вот мои поединки какие-то. Как отключиться? Ну, я стараюсь это контролировать, чтобы и не перегорать, но и не расслабляться. Нужно держать это под контролем и выходить уверенно в себе, и все будет нормально. Алан, у нас еще есть Амина Черчесова, которая тоже удачно выступила. Она должна была быть сегодня в студии, но, к сожалению, она уехала на какой-то турнир, да, насколько я понимаю? Да, она уехала на отборочный этап на Спартаке, Аду, в Нальчике. Она сегодня выступает. Амина молодец. Победила на первенстве России в Хабаровске. Очень перспективная девочка, будем ждать ее в рядах взрослой сборной. Но она получила право, насколько я понимаю, выступить на чемпионате Европы. Да, она на первенство Европы поедет по юниорам 15-17 лет. Это серьезный старт. Она завоевала право там выступать еще пару месяцев назад. Отобралась она с рейтингового турнира, но сейчас она, выиграв первенство, поедет в составе сборной России, как первый номер. А как будет проходить подготовка, соответственно, Аниси с Георгием и Амины к этим важным турнирам? Если какая-то схема, уже ли вы ее подготовили? Ну, Амина у нас готовится с другими тренерами в составе юниорской сборной. С ней работают ее личные тренеры. А Георгий с Анисией у нас по плану сейчас поедем на Кубок России с 20 по 23 мая. После Кубка России сейчас у нас так одноразовые тренировки. Еще на совещании приняли решение, ну, как бы не приняли решение по сбору сборной России. Скорее всего, будет эта домашняя подготовка. Также будем здесь готовиться и отсюда уже выйдем в Неаполь. Ну, то есть, в принципе, турниры будут отвлекать от главного турнира? Ну да, у нас будет вот этот старт Кубок России, а дальше уже дома. Алан, дворец Тэквондо у нас есть, чемпионы у нас есть. Что дальше? Ну, чемпионы у нас есть, но, конечно же, хочется наивысшего результата. Хочется чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Эта вершина еще не покорилась никому в России. Хочется, чтобы первый олимпийский чемпион, чемпион мира был выходцем из Осетии. Предыдущему поколению не удалось. Я надеюсь, вот Георо Нисси, у нас Амад Сако сейчас молодые ребята. Я думаю, они воплотят эту мечту и привезут домой золото чемпионата мира и олимпийских игр. Я в них верю. А насколько хорошо сейчас развита Тэквондо у нас в республике? На подъеме находится или все-таки на этапе становления? Ну, сейчас Тэквондо в республике, я считаю, находится на подъеме. Тому подтверждение последний чемпионат России по-взрослому. У нас было два золота. Георгий стал чемпионом. И Сармат Сакоево, они еще молодые ребята, но уже дают серьезный результат. Поэтому мы работаем, разливаемся. То есть после такого большого перерыва, после вашей возрастной... Да, у нас долго не было золота на чемпионате России. Получается, что сейчас подросло поколение новое. Да, поэтому говорю, у нас подъем, все, будет нормально. Анисия, расскажи, пожалуйста, какие ты цели ставишь перед собой, как профессиональный спортсмен в Тэквондо? Ну, моя основная цель, это, конечно, Олимпийские игры. На данный момент это, конечно, универсиада, потом чемпионат России и, конечно же, мир. А там уже Олимпиады. Ты уверена в своих силах? Веришь в себя? Конечно, верю. Главное тренироваться, упорством, терпением и достигнуть многого. А кто наши основные соперники бывают на чемпионатах России? Какие регионы? Челябинск, Питер. Там хорошие девочки. Там в каждой весовой свои соперники. Свои фавориты. Там нет с одного города, там в каждой весах. Ну, то есть в Тэквондо, в принципе, по всей России примерно на одном уровне, можно так сказать? Ну, как сказать, раньше, да. Раньше больше было, как бы, в нескольких регионах было сосредоточено. Тэквондо, как бы, сборные были у нас, представляли из восьми весовых. Пять весовых это были отсюда, с Дагестана были сильные ребята. А сейчас развивается по всей России, развивается достаточно хорошо. Так тяжело сказать, да. В каких-то весах, в каждом весе есть, как бы, свой лидер есть. Если говорить о детях, то с какого возраста можно к вам приводить? Я помню, что у вас был восхитительный этап подготовки и гимнастика для детей. Сейчас что-то изменилось. С какого возраста можно приводить к вам ребенка? Ничего не изменилось. Он был и есть. У нас работает подготовительное отделение Тэквондо. Туда можно приводить детей с пяти лет. Идет набор, они тренируются, окрепнут, их передают. Через три года передают уже именно на Тэквондо. Дальше с ними работают уже там тренера. А вот что включает в себя этот подготовительный этап? Ну, там идут элементы гимнастики, развивающие игры. Их больше, ну, уже ближе к выпуску, их готовят, там, по чуть-чуть удары там учат их. И уже как бы в восемь лет ты забираешь с подготовительного отделения детей, которые готовы не с улицы пришли, а готовы уже и физически окрепли, и с ними легче работать и добиваться каких-то целей. А Анисия, Георгий, вы тоже с такого юного возраста занимаетесь? С шести лет. С девяти лет. Вот Анисия с девяти лет. То есть ты не угадаешь? Ну, когда Анисия пришла, тогда еще не было, наверное, под отделение, поэтому так. Георгий, насколько я знаю, с подготовительного отделения пришел к нам. Алан, рассказал по секрету, что у тебя еще есть очень интересная группа. Расскажи, пожалуйста, кого ты еще тренируешь, помимо своей основной роли, тренера сборной осетии молодежной? Ну, да, я набрал, вот уже больше года занимаюсь, у меня пришли дети с школы, с Урда Тейхфандома развиваем, занимаемся. Там поначалу было четыре человека, сейчас у меня уже 15 человек там занимается. Тренируемся, готовимся, я надеюсь, в скором времени начнем выступать уже хорошие ребята. Насколько это просто или сложно работать с такими особенными детьми? На самом деле, когда я только начал их тренировать, я очень волновался, я думал, у меня не получится, будет тяжело, но оказалось все намного проще с ними, легко работать, потому что они учатся в школе как бы намного. Сейчас встречаю людей, которые узнают, все спрашивают, как ты с ними работаешь, как ты их понимаешь. Довольно-таки просто это оказалось. Я еще раз говорю, очень хорошие дети, буду работать, надеюсь, в скором времени я к вам на передачу приду. Мы будем ждать. То есть, помимо основного Тейхвандо, пара Тейхвандо, еще есть соревнования по Сурдо Тейхвандо. Тейхвандо, оно отличается от пара Тейхвандо. В пара Тейхвандо правила другие, а Сурдо Тейхвандо полностью выступает по таким же правилам, как и здоровые. Они могут участвовать в обычном Тейхвандо, но у них бывают свои соревнования. Оно довольно-таки сейчас стремительно развивается. На прошлых Олимпийских играх у нас в России девочка с Красноярской олимпийской чемпионкой стала по Сурдо Тейхвандо. И сейчас довольно-таки так развивается хорошо. Это тренировки тоже проходят в дворце Тейхвандо? Да, в дворце Тейхвандо мы занимаемся все так же в три часа группа. Анисия Георгиев, вы выиграли первенство России среди студентов, соответственно, вы студенты. Как удается совмещать профессиональный спорт и учебу? Удается ли совмещать на самом деле? Удается, но очень сложно, так как ты после утренней тренировки идешь сразу на учебу. После учебы домой забегаешь перекусить и так же отправляешься на тренировку. Анисия. Ну, не очень легко, но стараюсь совмещать. А преподаватели идут на встречу? Или тренеру приходится договариваться? Ну, не все, конечно, преподаватели идут на встречу, но есть такие, которые будут рады помочь. Алан, что самое сложное в работе со спортсменами в их подготовке к турнирам? Ну, самое сложное, на мой взгляд, бывает определить, когда надо уже сбавлять чуть нагрузки. Потому что, когда накапливается усталость, уже видно бывает. Но у тренеров всегда вот эта грань, что кажется всегда, что мало, мало, мало. И вот этот момент, он такой, каждому спортсмену бывает индивидуальный. Ты не угадаешь. Поэтому вот этот момент для меня сложнее всего бывает. Не перегрузить спортсменов, но в то же время можно сделать так, что не дотренируется. А психологически важно учитывать, кто в каком состоянии? Кто-то любит, как по головке погладят, кому-то нужен кнут? Ну, конечно. Все разные. Ты уже за время выездов с ними уже знаешь, кому какой подход. И приходится индивидуально каждому находить ключ. А во время поединка вам удается слышать, что вам подсказывает ваш тренер? Конечно, это очень важно. Я слышу только своего тренера. Не важно, что там кричат на трибунах или еще что-то. Главное, ты слышишь тренера, потому что он всегда подсказывает то, что тебе нужно. Он видит со стороны, что тебе нужно. И это очень помогает. То есть тебя это не отвлекает? Нет. За счет тренера, наоборот, можно выиграть. Как не потратить все свои нервы на спортсменов, которые вот на татаме, а ты здесь стоишь и ничем помочь не можешь? Не получается. Это всегда тратишь все нервы. Ты уже это не замечаешь. Это непроизвольно происходит. Ну и куда же без футбола? В субботу футбольный клуб «Спартак» Владикавказ сыграл в ничью матч очередного тура в своей зоне юг с командой «Краснодар-3». Это наша седьмая игра без поражений. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Георгия Гассиева. 11 мая Владикавказский «Спартак» принимал на своем стадионе «Краснодар-3». Начало матча выдалось для хозяев поля обескураживающе. Молодой защитник Давид Шавлохов потерял мяч в центре поля. Воспользовавшись ошибкой, гости разыграли быструю трехходовку и открыли счет. Они вышли вперед очень стремительно и неожиданно. Мало кто ждал от них такой прытик, так как из 12 игр на выезде «Краснодар» потерпел 10 поражений. Чуть погодя, Владикавказцы отодвинули игру от своих ворот, а на 17-й минуте сравняли счет. Необходимо отметить, что «Спартак» Владикавказ действовал по непривычной для себя расстановке. Нельзя однозначно утверждать, подходит ли расстановка в три защитника для нашей команды. Ведь играя по этой схеме, Владикавказцам тяжело было обороняться, когда «Краснодар» проводил контратаки. Зато в нападении «Спартак» играл на хорошем уровне, опасных моментов хватало. Можно было забить три или четыре мяча, но, как всегда, подвела реализация моментов. Тем не менее, главный тренер Владикавказцев остался доволен самоотдачей своих парней. Следующий матч «Спартак» проведет против лидера зоны «Юг» футбольного клуба «Урожай». Турнирных задач перед Владикавказцами нет, но «Спартак» Гогниев намерен продлить беспроигрышную серию команды до восьми матчей. Георгий Гасев, Георгий Фидаров, «Спортивный интерес». Что ж, спасибо большое, что вы к нам пришли еще раз с победой. Мы будем болеть за вас на универсиаде. И почему-то я уверена, что после универсиады вы снова будете у нас здесь в гостях уже со своими медалями. Спасибо. Алан, желаю удачи в подготовке спортсменов. Спасибо большое. Спасибо вам, с удовольствием придем к вам. Счастливо. До свидания. Продолжаем футбольную тему. Еще не успели остыть наши эмоции от полуфинальных матчей Лиги Чемпионов, где английский Тоттенхэм и Ливерпуль сотворили настоящее чудо, а уже хочется пересматривать их снова и снова. Но немногие знают, что и Россия добилась успеха в Лиге Чемпионов. Наши арбитры Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина выбраны судьями финального матча Женской Лиги Чемпионов. Сегодня Анастасия почти у нас в студии. Встреча наша назначена в скайпе, здесь и сейчас. Здравствуйте, Анастасия Вячеславовна. Спасибо большое, что уделили... Спасибо большое, что уделили нам время в своем насыщенном графике. И понятно, что в вашей карьере было много международных матчей, но сейчас в финал Женской Лиги Чемпионов. Какие эмоции были, когда узнали, что вас назначили на этот матч? Ну, не вскрою, назначение было очень неожиданное, но безумно желанное. И хоть у меня отличительная черта скромность, я так думаю, я не могу не воспользоваться словами великого полководца Александра Суворова, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Какие эмоции перед матчем? Реально так волнуетесь? Или как рядовой? Да, не скрою, конечно же, ответственность очень запредельная. И это крайний матч, имеется в виду, что все, финал. То есть одна из команд поднимет скоро кубок над своей головой, поэтому ответственность запредельная. Начинается уже такой предстартовый мандраж, поэтому жду не дождусь, когда уже прилетим в Венгрию и приедем на стадион. И прям вот быстрее, быстрее дать этот свисток и получить удовольствие. В финале у нас сыграют французский Леон и Барселона. Барселона, видимо, девочки будут отдуваться за мужчин. А насколько хорошо знаете эти команды, чего от них ждать? Да, вы правы, Барселона на самом деле впервые в истории вышла в финал. Леон неоднократный финалист. И надо отдать должное, все-таки в Испании развитие женского футбола за какие-то там считанные года выросло уже практически на топовый уровень. Посмотрите, сколько собирает зрителей. Они постоянно бьют рекорды. Каждый клуб в Испании борется за этот титул по количеству зрителей. Поэтому, естественно, изучаем команды. Естественно, видели их и в том году. Поэтому я думаю, что будет зрелищная игра. Потому что обе команды будут с первых минут, я думаю, стараться как можно быстрее забить гол и доминировать, так сказать. А вот в мужском футболе сегодня очень много симуляций. Как обстоят дела в женском футболе и как с этим бороться? На самом деле, да, в мужском больше. Я не знаю, почему. Возможно, ребята, может быть, хитрее. Может быть, как-то наоборот. Может быть, девчонки пытаются до конца доиграть свой тот момент. То есть просто так не падают. Конечно, есть тоже, кто хочет обмануть. Но, тем не менее, с женщинами немножечко попроще. Потому что все-таки... Ну, либо я уже знаю, от кого ждать подвоха, так сказать. Обычно это нападающий. Соответственно, если у меня есть момент в игре, я постараюсь ей сказать, что, пожалуйста, не делай так, потому что в следующий раз я тебя буду наказывать, и я этого не потерплю. Ну, вот как раз будет в финале Барселона, в которой мужчины славятся симуляциями. А вот женщины тоже или все-таки чуть-чуть по-другому? Это, наверное, даже не из-за того, что Барселона, а из-за того, что это испанский клуб. А Испания, Италия, они похожи где-то вот такой вот симуляцией. Все-таки француженки более и физически, и посильнее, и помощнее. То есть я так думаю, что от них... Хотя тут тоже загадывать слово. Кто знает, его сейчас возьмет и француженку пойдет. Настя, расскажи, пожалуйста, видеоповторы в женской Лиге Чемпионов тоже ввели? Нет, в женской Лиге Чемпионов нет. Не знаю, пока не владею этой информацией, будет она или нет. Но точно будут все ассистенты уже на чемпионате мира, предстоящем во Франции. А будет какая-то отдельная подготовка к работе с системой ВАР? Ну, на самом деле, мы ее уже прошли. У нас было много семинаров, у нас было много турниров, игр. И мы уже прошли подготовку. То есть сейчас уже осталось, так сказать, штрихи, немножечко теория и уже старт Чемпионата мира. Что же, Настя, тапочки Евгений Савин тебе уже зарядил. Мы тебе желаем большой удачи, отличных эмоций во время матча. И позволь еще свою лепту внести. Я подготовила такую футболочку, написала Пустовойтова. Я тебе тоже ее заряжаю. И вот ради тебя я сейчас ее одену и буду вот болеть 18 мая за тебя. Вперед, Пустовойтова. Спасибо большое. Спасибо. Я буду считать за поддержку. Спасибо большое. Счастливо. Хорошего матча. Счастливо. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Занимайтесь спортом. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok